Это фотографии, которые сделали родители во время посещения детского сада при школе номер 7. Снимки говорят сами за себя. Состояние окон удручающее. По словам сотрудников учреждения, этому есть объяснение. Окна здесь не менялись с момента основания детсада, а с тех пор прошло уже почти 50 лет. Поэтому полувековые рамы производят такое впечатление. Они очень в плачевном состоянии, так как детский садик очень старый. Ветреные окна. Каждый год приходится обклеивать, утеплять. Детям некомфортно. Хотелось бы поменять деревянные окна на пластиковые ПВХ. Еще одна болевая точка школы номер 7 – это санузлы в корпусе начального звена. Здание было возведено как детский сад полвека назад. За это время здесь ни разу не производился капитальный ремонт санитарных комнат. Поэтому состояние коммуникации удручает всех – учителей, школьников и, конечно же, их родителей. Здесь учатся дети с 1 по 4 класс. Это начальный блок. Лично моя дочь, она тоже стеснялась, с 1 класса уже стеснялась посещать этот туалет, потому что здесь нет отдельных кабинок, комфортных условий. А сейчас девочки-то растут, мы уже в 3 классе. И хотелось бы, чтобы более комфортно было находиться в санузлах. Потому что многие дети, даже наши одноклассники, одноклассницы терпят с 1 класса. Решить проблему старых окон и санитарных узлов, безусловно, можно. Вопрос лишь в деньгах. По словам сотрудников школы, средства понадобятся немалые. К ремонту окон у нас смета обошлась на 1,2 млн. с копейками, а санитарные санузлы у нас обошлось на 1,4 млн. То есть это средства, которые школа вряд ли самостоятельно получит? Да. Может и когда-то получит, но это не скоро. Чтобы решить возникшие проблемы, родители учащихся школы номер 7 решили принять участие в программе поддержки местных инициатив. Две различные группы участников утвердили на общем голосовании два проекта. Это ремонт туалетных комнат и замена сантехнического оборудования в начальной школе и замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ и частичная замена ограждения в дошкольном образовательном учреждении. Найдут ли проекты поддержку конкурсной комиссии, станет ясно позднее. Результаты отбора будут озвучены весной 2021 года. Лариса Миронова, Задовлетшин, информационная программа, Время новостей.